Заседание общественного совета, проведенное в пятницу, было посвящено одной теме – оптимизации или реорганизации системы среднего образования в Словодич. Заседание общественного совета, проведенное 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 в Словодич. Лицей 267 учеников, 13 классов, проектная мощность 540 учеников, наполняемость от проектной мощности 49,4, средняя наполняемость в классе 20,5 учеников. И общие показатели по городу. Всего в учебном процессе принимают участие 2167 учеников, занимаются они в 90 классах, проектная мощность 5328 учеников, наполняемость от проектной мощности 40,7%, средняя наполняемость классов 24,1 ученика, всего основных работников 326, из них педагогических 192 и технических 134. Расчет государственной субвенции, исходя из средней наполняемости классов, 25 учеников. А с 2020 года Минфин рекомендует 27 учеников. А десятые классы в случае наполняемости меньше 20 учеников не будут финансироваться за счет образовательной субвенции. Было предложено три варианта развития системы образования в Словотичи. Вариант первый – минимальное изменение. Вариант второй – понижение ступени в трех школах. И вариант третий – закрытие одной из школ. Самый жесткий вариант. Это такой вариант, самый кардинальный вариант, где мы должны закрыть одну из школ. Все так же тут у нас прописано. Другую школу мы бачим початковую, и ремонтные работы, соответственно, здействуются. Четвертая школа у нас инклюзия, инклюзивная обеспечивается. Ліцей у нас будет академическим ліцеем. Залишаются две школи – первая и третья. Если мы прийдемо до того, что нам нужно закрыть одну из школ, то у нас залишается выбор между двумя закладами. Это наше бачение. Мы это обговорювали с керевниками. Но я хочу сказать, что, как я уже сказала, все эти новые изменения в законодательстве, и враховывая динамику изменения количества детей, когда мы видим, что в 2023 году у нас уже будем ожидать 173 по статистике первого класса, и будем иметь 5 первых классов. Когда с 2023 года государство хочет ввести уже изменения в загальной средней области третьего ступеня и выйти на академические ліцеи, а это говорит, что на сегодняшний день нет механизмов, мы не знаем, как это будет происходить, и наши дети, которые сейчас учатся в ліцеи, чи у них будет возможность учиться, или как они пропишутся, мы не знаем. Но сегодня в этих документах чётко написано, что ліцей, и так же написано в законе про развитие, что это академический ліцей, он не может иметь структурных подразделений, и при нём не может быть классов второго ступеня, чётко третий, десятий, одиннадцятий, дванадцятий. Так же, как написано сегодня в этой модели, которую выстроила влада сегодня, прописано про то, что все заклады первого, третьего ступеня станут гимназиями. Члены общественного совета задавали достаточно много вопросов. Много ли учителей из Чернигова работают у нас, ответы нагородних одиннадцать. О зарплате педагогов и их стимулировании, о возвращении к системе наполнения школ за счёт соседних деревень опыт показал неперспективность этого направления. О перспективах высшего образования и ПТУ и говорили о том, что за последние годы значительно снижены энергозатраты школ за счёт ремонтов, что снизило нагрузки на местный бюджет. Самым пестимистичным на этой встрече был секретарь городского совета Борис. Давайте смотреть правду в глаза. Для того, чтобы выйти в нормальные показатели, нам нужно закрыть, как вы озвучили сами, две школы. И тогда мы выходим в какую-то экономику, в ту, которую нам условно нарисовало государство. И сказал, что в правдах вот этого мы финансируем всё остальное ваше. На сегодняшний день я как минимум предполагаю, что можно идти путём организовывать какую-то реконструкцию и ремонт школ, то есть закрывать одну школу условно на реконструкцию и ремонт, её ремонтировать и таким образом перемещать детей. Мы мало того, что получим в конечном итоге нормальные условия для обучения наших людей, и таким образом какой-то период времени ещё, ну извините за это слово, поддерживать. Второй момент – это то, что нам нужно отказываться в любом случае от части помещений, закладов и свиты, потому что мы эти помещения не используем уже давно. На мой взгляд, нам нужно некоторые услуги выводить на аутсёртинг. Потому что если мы сегодня не идём на аутсёртинг, эта цифра будет только расти и содержать отдельный персонал, поднимать тем же направлением технический персонал. Ну, на мой взгляд, нерациональный. Фактически это был первый откровенный разговор на общегородском уровне, поэтому никаких окончательных выводов никто не делал. Обменялись информации, а дальше надо думать. Экономика, экономика, а якість и свиты набрали важную вещь. Ну, в первую очередь. Набагато восьмидишь. Можно в дву школу загореться их зигнати. Мы ж смотрели, 990. Ну, 2200, у нас 1800, 400, еще можно и другую змину затеять. И в загореться школу. Все. Ближе к концу встречи и директора школы высказали свою точку зрения относительно реорганизации. Напомню, что хорошее образование – это всегда дорого, но перспективно. Но я, подсумываючи, могу сказать лишь одно, что объективно таке питание сьогодні постаёт про то, что нужно закрывать одну из шкіл. И основная причина – это низкая наповнюванность строительства, независимо от проектной потужности. И, соответственно, финансирование, которое идет на эти заклады, оно бере набагато больше, чем все могло бы быть. Щодо того, який заклад закрывать, так уж я озвучивала. Мы не можем сказать сегодня однозначно, яка это будет школа. Это питание нужно глубоко вивчать, анализировать. Как вы уже сказали, мы три года поспільно этим питанием детально працюемо, щоречно мы анализуем и наповнюванность, и педагогичный склад. Но в любом случае решение щодо закриття, реорганизации, мы не можем говорить конкретно про закриття, есть другие варианты. Мы можем реорганизовать заклад загально-середньо-освяти в другой тип навчального заклада. За потреби це питание также мы вивчаем, но позже будем про это говорить. Но однозначно, решение такое приймает засновник. Засновник у нас – МИСКОРАДА. Тому я думаю, что это далеко не остальная наша встреча. Такие встречи будут происходить и с депутатами, и более глубоко, и более широко мы эту тему будем обговорювать и висвитлювать. Ну и, конечно, что вопрос о закритке навчального заклада, будь-якого, что это дошкільный заклад, что это заклад загально-середньо-освяти, это очень больно. И для детей, которые привыкли до певного средствия, и для батьков, и, безусловно, для вчителей. Будь-якое закриття приводить до скорочення персоналу. И мы прораховали, это велика кількість працівників, и технического обслуговывающего персонала, и педагогического. Это, как минимум, 50 осіб, которые фактически втратят работу. Ну и еще хотела бы звернути увагу на нещодавно озвученную Министерством освіти информацию щодо визначення минимальної наповнюваності классов. Цього не было раніше в законе про освіту. Мы мали лише констатацію максимальної наповнюваності 30 и не больше. На сегодня озвучено минимальну наповнюваності классов 15. Я так думаю, что ця норма будет прописана уже в законе про загально-середнюю освіту. Продолжение следует...